Дорогие друзья, дорогие братья и сестры, шалом алейхом! На этой неделе мы вместе с вами изучаем недельную главу, которая называется ВАЯШЕФ. Эта недельная глава находится в книге Бытие Берешит, начиная с 37 главы 1 стиха и заканчивая последним стихом 40 главы. Вот ее краткое содержание. В начале главы мы видим, что Яков и семья живут в Канаане. Постепенно в Торе мы видим, как акцент смещается с Якова на его сына Йосефа. Йосеф имеет особые взаимоотношения со своим отцом, что вызывает зависть у его братьев, а после истории со снами пророческими, те вообще его просто ненавидят и решают продать в рабство. Так Йосеф оказывается в доме Потипара. Впрочем, пробыл он там довольно недолго, через некоторое время оказавшись, собственно говоря, в тюрьме. Вот такая недельная глава. Надо заметить, что в повествовании этой недельной главы есть небольшое отступление. Мы видим историю, рассказывающую нам об Иудии Тамар, а это значит, что речь идет о заповеди Ибум, ливератного брака. Но сегодня я не планирую об этом говорить. Итак, Берешит, 37 глава, 2 стих. Вот родословие семьи Якова. 17-летний Йосеф пас овец, помогая в этом своим братьям, сыновьям Билхе и Зильпе, женам его отца. И приносил Йосеф худую славу, порочащую его братьев. Интересно, наш текст использует слово родословие. Надо сказать, что здесь в иврите стоит слово тальдот, которое может переводиться не только как родословное. И, разумеется, возникает вопрос, почему из всех братьев упоминается только Йосеф? Некоторое время назад, может быть, лет 5 или 6, меня спросили, скажи, почему мы видим на страницах Торы, что Бог сначала благословляет одного человека, Авраама, давая ему заповеди, давая ему обещания, обетования. Затем из сыновей Авраама он выбирает Ицхака, передавая ему все благословение. Затем из сыновей Ицхака он выбирает Якова, переводя на него все обетования и обещания. И вот сейчас речь идет о том, что все 12 колен, то есть все 12 сыновей Якова получают это обетование. И тогда я ответил так, как мне показалось правильно. Ну, в планах Божьих создать народ. Однако сейчас я бы сказал на этот вопрос немножко по-другому. Дело в том, что несмотря на то, что действительно все сыновья Якова получают обетование и получают благословение, и более того, в дальнейшем мы увидим, что каждый из них особое благословение получают, но все-таки один из них выделяется особым образом, а именно Йосеф. То есть, мы должны понимать, что не все наследники равны. Ответ на вопрос, почему именно Йосеф, не очень прост. Писание нам говорит о том, что он был сыном его старости и что отец его очень любил. Интересно, что Раши, комментируя эту недельную главу, говорит о том, что есть три причины, почему отец любил Йосефа больше остальных сыновей. Во-первых, потому что Яков служил Лавану из-за Рахель, а Йосеф был сыном Рахели. Во-вторых, потому что Йосеф лицом был похож очень сильно на своего отца. И в-третьих, потому что с Йосефом произошло много такого, что произошло с его отцом Яковым. А именно, Якова ненавидел брат, Йосефа тоже ненавидели братья. Якова брат хотел убить, Йосефа тоже брат хотел убить. Ну и так далее. Такое толкование Раши своим основанием имеет Талмуд, Берешит Раба. Но мне кажется, что здесь есть и другие моменты. Смотрите. Мы с вами видим со страницы нашей недельной главы, что Йосеф имеет особые взаимоотношения со своим отцом. Он больше проводит с ним времени. Он больше находится с ним в общении. И это значит, что он больше имеет возможность у своего отца учиться, в том числе постигать моменты, связанные со взаимоотношениями с Богом. Мы должны знать, что это сегодня у нас в основном принята так называемая академическая форма образования. То есть, когда профессор приходит в класс, у него сидит аудитория молодых людей, которые слушают его лекции и таким образом передаются знания. В древности, несмотря на то, что знания передавались в том числе и словесным путем, но все-таки основной способ обучения был связан с тем, что ученики жили вместе со своим учителем и таким образом учились от него, внимая не только его словам, но и его поступкам. Таким образом мы с вами видим, например, Ешо поступает в Новом Завете, когда ученики практически на протяжении всего его служения и всего времени его путешествия и его сопровождают, и он таким образом их обучает. Вот я думаю, что нечто подобное происходило и с Иосифом. Будучи в постоянном общении с отцом, он постигает от отца методы общения с Богом, и отец, видя стремление Иосифа приближаться к Богу, выделяет его между остальными сыновьями. И мы даже читаем вместе с вами, что он дарит ему разноцветную одежду. На самом деле в еврейском языке написано, что там она была полосатой, то есть она состояла из полосок. Из многих исторических источников мы знаем, что подобным образом одевались цари. Естественно, братьям не нравилось такое отношение отца к Иосифу. Но последней каплей в их отношении к нему стало, безусловно, толкование тех снов, которые увидел Иосиф. Но мы должны понимать вот что. Как мы с вами знаем, сны – это были не просто сновидения. Это было то, что можно было бы назвать откровением от Бога. То есть Господь таким образом показывал людям свою волю. То есть это были пророческие сны. И когда братьям не нравился тот факт, каковым Иосиф предстоит в этих снахах, а значит в плане Божьем, это в свою очередь означает, что они бунтовали не против брата, а они бунтовали против планов Бога по отношению к нему и по отношению к остальному Израилю. Интересно, многие толкователи видят параллели между Иосифом и грядущим Машехом. Тут нужно прояснить кое-что. На самом деле, если мы с вами читаем священные писания, Танах, то на страницах Танаха мы видим, по сути, два разных портрета Машеха. С одной стороны, это Машех, который должен пострадать, с другой стороны, который он должен творить. Именно поэтому с древности были предпринимаемы различные попытки разрешить это напряжение между двумя портретами. Одна, например, из таких попыток утверждала, кстати, эта точка зрения существует до сего дня и довольно распространена, например, среди хасидов, что Машехов будет двое. Один из них будет страдающий, а второй будет царствующий. Понятно, что мы с вами верим, что это один Машех, который первый раз пришел пострадать, а второй раз придет для того, чтобы царить здесь на земле. Но сейчас мы говорим об их точке зрения. И вот, таким образом сложилась идея, что вот этот страдающий Машех, которого мы находим там во многих пророческих текстах, например, 53 главы пророка Исаию, будет называться Бен Йосеф, что значит сын Иосифа. Почему? Потому что, подобно как Йосефу в нашей недельной главе и в дальнейшем, Машеху придется очень-очень много пострадать. В соответствии они считают, что Машех, который будет царить, называется Бен Давид, поскольку он, во-первых, сын Давида, а во-вторых, потому что он будет царить, подобно царю Давиду. Почему же именно Йосеф стал вот этим прообразом Машеха? Интересно. Я скажу только пару моментов, которые связаны непосредственно с нашей недельной главой. Когда мы будем изучать тексты дальше, я думаю, что мы будем обращать на это внимание. Во-первых, мы с вами читаем, что Йосефа очень любит отец, так же, как Бог любит своего сына еще. Во-вторых, мы с вами читаем, что Йосефа ненавидят братья, так же, как еще ненавидели в Израиле. В-третьих, мы с вами читаем, что причина для этой ненависти и в том и в другом случае было нежелание исполнения планов Божьих. В первом случае по отношению к Йосефу, во втором случае по отношению к Машеху. И, наконец, то, что произошло в нашей недельной главе, мы с вами видим, что Йосеф оказался в тюрьме, в состоянии, казалось бы, полного уничтожения и, как мы с вами знаем, еще тоже, ибо его распяли, он оказался в земле, да, в гробу. Для обоих, забегая вперед, скажу про Йосефа, это послужило почвой для того, чтобы подняться к самой вершине. Это все, что я хотел на сегодня рассказать по поводу нашей недельной главы. Да благословит вас всех Господь. Бо чем еще, Машех? Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!